Видео создано при поддержке exchange sumu.com, ссылка в описании. Всем привет, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Почему миллиардеры покупают подземные бункеры и биткоин? Это тема сегодняшнего выпуска. Если вы не приготовились к следующей паре лет, которые ждут нас впереди, то чем же вы занимались всё это время? Вопрос не в том, изменится ли наш мир ещё больше. Вопрос в том, как он изменится. Элита Америки точно знает как, и она полностью понимает, что для неё могут наступить действительно страшные времена, если произойдёт полный коллапс традиционной финансовой системы. Вы знаете, что Элита делала последние месяцы или даже годы? Готовилась к худшему? Именно поэтому на территории Америки они вырезали для себя целые подземные секции. Это новый мир для богатых, который поможет им пережить затянувшийся кризис, выжить и как только уляжется пыль, снова оказаться на коне. Они называют это бункерами миллиардеров. Когда для Элиты наступят тяжёлые времена, они будут значительно отличаться от наших с вами. Им не нужно будет бежать в супермаркет, чтобы успеть забрать последние продукты. Им не нужно будет покупать гречку, рис, лапшу и туалетную бумагу. Многие из них уже давно приготовились к перелёту в люксовые подземные бункеры. Некоторые из них устроены в стиле поместей. Многоуровневые и прекрасные, имитирующие условия под открытым небом на находящейся помещении и набитые годовыми запасами еды и всего необходимого. Там есть даже собственные гидропонные системы для выращивания еды, в том случае, если заготовленные запасы закончатся. С наступлением глобальной паники богатая элита приведёт свои бункеры в режим готовности и всегда будет готова туда отступить. Но кто же начал всё это? Кто в последнем десятилетии начал тренд по подготовке элиты к худшему? Никто иной, как боки элита Силиконовой долины Питер Тиль, соучредитель PayPal, как и Илон Маск. Питер ещё в 2016-м покупал ряд недвижимости в Новой Зеландии под эти цели. В 2016-м году Нью-Йоркер сделал обзор другого элитного обитателя Силиконовой долины, Сэма Альтмана. О чём там говорится? Об отличной подготовке к возможному распространению вируса. Сэм рассказал о том, что ему нравится делать. О, и ещё одна странность, я готовлюсь к выживанию. После того, как пять лет назад голландская лаборатория модифицировала вирус птичьего гриппа H5N1, сделав его очень заразным, вероятность того, что смертельный синтетический вирус будет выпущен в течение следующих 20 лет, явно не равняется нулю. Друзья, напомню, это интервью было в 2016-м году. Далее он продолжил. «Я стараюсь не думать об этом слишком много, но у меня есть оружие, золото, едит калия, антибиотики, батареи, вода, противогазы израильских сил обороны и большой участок земли в Биксуре, куда я могу улететь в любой момент». Немного ниже автор пишет, «Если пандемия действительно наступит, запасной план Альтмана улететь со своим другом Питером Тилем в дом Тиля в Новой Зеландии». Именно там Питер, как мы уже говорили, скупал недвижимость ещё в 2016-м году. Это место, куда стекаются миллиардеры со всего мира, и они все говорят о нём уже некоторое время. В Нью-Йорке расвещал это в 2017-м году. Супер богатые готовятся к судному дню. В этой статье Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, сказал вот что. «Говорить, что вы покупаете дом в Новой Зеландии, это как подмигнуть пару раз и больше ничего не говорить. Как только вы сделаете тайное рукопожатие, они скажут, «О, вы знаете, у меня есть брокер, который продаёт старые бункеры. Они укреплены для противодействия ядерному взрыву и выглядят так, как будто жить в них было бы совсем неплохо». Далее они попросили Хоффмана примерно оценить, сколько из знакомых ему миллиардеров Силиконовой долины приобрели антиапокалиптические страховки в виде убежищ на территории США или за границей. В 2017-м году его ответ звучал так. «Я думаю, больше половины». То есть ещё в 2017-м году они вели подготовку. Покупали собственность, оснащали её и подготавливали к деятельности. Я даже застукал одного на горячем во время покупки, снятого с эксплуатации бункера Титан-1. Это Палмер Лаки, изобретатель шлема виртуальной реальности Окулус Рифт. И он купил этот бункер. Я также нашёл документ, который это подтверждает. И который, кстати говоря, в обычном браузере даже открываться не хочет. Но на помощь пришёл Тор. Не знаю, законно это или нет. Но в любом случае, становится очевидным, что на тот момент на приобретённом имуществе были запланированы работы. Также из документа мы видим, что эта собственность числится за компанией Арис Доум, подставной компанией Палмера Лаки. Как мы видим, цепочка компанией весьма запутана, но все следы ведут именно к Палмеру Лаки. Название Арис Доум, кстати говоря, взято из видеоигры Хрона Триггер. В игре это здание было бомбоубежищем от глобальной катастрофы. Очень иронично. На вики-странице игры Хрона Триггер сказано, «Арис Доум – локация в Хрона Триггер». Появившись в будущем, здание служило убежищем для выживших после ужасного происшествия, уничтожившего Гардию. Это немного пугает, что Палмер именно так назвал подставную компанию, созданную для проведения работ в бомбоубежище. Посмотрите на рисунок Арис Доум из игры, из рисовки бункера. По-моему, они очень похожи. Включая и то, что в игре под Арис Доум была огромная подземная бункерная сеть, так же, как и в бункере Титан 1 в Калифорнии. Прелесть всей этой паники среди миллиардеров заключается в том, что они уже не разделяются по политическим взглядам. Палмер Лаки и Питер Тиль, они оба поддерживают Трампа. В 2017 году Палмера Лаки уволили из Фейсбука за поддержку Трампа. Это освещал Уолл-стрит журнал, почему Фейсбук уволил одного из топ-менеджеров. Намек, это как-то связано с Трампом. Питер Тиль в 2016 году пожертвовал 1,25 миллиона долларов на поддержку Дональда Трампа. А затем в 2018 году он пожертвовал еще четверть миллиона долларов в фонд Трампа. А что же по поводу Рида Хоффмана и Сэма Альтмана, о которых мы уже говорили? Они однозначно являются хейтерами Трампа. Рид даже сделал шуточную карточную игру под названием «Карты Трампа». Это карточная игра для людей с большими руками. Также Рид постоянно жертвует демократами, даже создал компанию под названием «Элой» с целью сокрушить республиканцев в 2020 году. Он же финансировал усилия, направленные на дискредитацию Республиканской партии США. Сэм Альтман публично поддерживал Хилари Клинтон в 2016-м и объяснял, какую угрозу несет Трамп для Соединенных Штатов. Он даже участвовал в публичных протестах в Сан-Франциско, проходивших против указа Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты». Однако, как мы увидели, общая угроза отодвинула политические взгляды миллиардеров на второй план. Все теперь намного глубже. Помните, что сказал Рид Хоффман в отношении новозеландских бункеров? «Говорить, что вы покупаете дом в Новой Зеландии, это как подмигнуть пару раз и больше ничего не говорить». Как только вы сделаете тайное рукопожатие, они скажут, «О, вы знаете, у меня есть брокер, который продает старые бункеры. Они укреплены для противодействия ядерному взрыву и выглядят так, как будто жить в них было бы совсем неплохо». Тайное рукопожатие. Если вы копнете немного глубже в эту кроличью нору, вы узнаете много информации о рукопожатии этого секретного клуба. У любого секретного клуба есть подобное приветствие. Путин и Киссинджер, Трамп и Королева Елизавета, Королева и Папа Римский и так далее. Можно сделать целое видео на эту тему «Элита в секретных клубах». Я, кстати, был бы не против провести такое исследование. Есть две вещи, которые формируют их взгляды на мир. Деньги и власть. А также контроль простых людей, таких как я. Скоро я выпущу видео о том, чего наша уважаемая элита очень сильно боится прямо сейчас. Ведь все их благосостояние подкреплено активами, которые в свою очередь подкреплены бумажным, долларовым, кредитным ничем. Осталась только вера в ценность этого ничего, которая на самом деле даже меньше, чем вера в ценность биткоина. Если наступит крах ликвидности, а цена активов канет в небытие, знаете, чего будет бояться элита? Людей. Люди будут измучены и угнетены всем этим неравенством, которое возникло в мире. Это создает довольно скользкую ситуацию, когда 1% людей владеет большим количеством богатств, чем остальные 99%. Если вы хотите конкретные цифры этого безумия, население США составляет 328 миллионов человек. 90% от населения это 295 миллионов, а 1% это 3,28 миллиона человек. То есть эти 3 с чем-то миллиона человек имеют на 13% больше богатств, чем остальные 295 миллионов. Когда начнется настоящая заварушка, элита будет бояться не эти 3 миллиона человек, они будут бояться остальные 90% населения. Огромное большинство, которое элита сталкивает в политической борьбе или коронавирусной панике, чтобы отвлечь от всего остального. Давайте посмотрим, что говорит создатель всех этих бункеров о том, как богачи сегодня справляются с паникой. Директор Terra Vivos Роберт Висина владеет большой сетью бункеров для элиты по всей Америке. Когда Роберта спросили, что произойдет с его клиентами, он ответил, «Жители начнут стекаться к местоположению бункеров и оставаться неподалеку в мотелях или зонах отдыха. Мы не будем давать доступ в бункер, пока не придет время. Мы ждем, когда начнется реальная заваруха. Когда закроются банки, и вы не сможете купить еду. Когда банды будут рыскать по округе в поисках наживы. Вот в такой момент вам и нужно будет попасть в бункер». И действительно, как мы видим, они потихоньку начинают стекаться к этим новозеландским бункерам. Об этом писал Bloomberg. «Богатые американцы активировали план побега от пандемии». Но возникает вопрос, если они приготовились к худшему сегодня, уйдут в бункеры, банки закроются, а общество будет на грани разрушения, то спираль смерти доллара США несомненно произойдет. А это, в свою очередь, означает, что они должны начать обеспечивать сохранность своего благосостояния другими способами, чтобы выйти, в конце концов, победителями. Помните, что сказал Альтман в 2016-м? «У меня есть оружие, золото, едит калия, антибиотики, батарея, вода и противогазы. Вещу, которая обеспечивает ценность, по-прежнему остается золото». Но зачем еще следит Сэм за биткоином? В декабре 2017-го он написал следующий твит. «Мне нравится в биткоине то, что наконец-то происходит передача благосостояния от поколения бумеров к миллениалам, пока он не рухнет». Он был прав насчет этого, но это также показало, что он глубоко замешан в ситуации с биткоином. Это также подтверждается в его блоге, в котором он писал о грядущей цифровой валюте США. Также мы знаем, что Питер Тиль долгое время был ярым поклонником биткоина и других криптовалют. Он убежден, что эта криптовалюта станет онлайн-эквивалентом золота. В октябре прошлого года Форбс написал следующее. «Инвестор Питер Тиль удвоил количество приобретенных биткоинов». В сентябре 2019 года Рид Хоффман сделал рэп-видео про централизованные и децентрализованные валюты, в котором Александр Хэмилтон, основатель центральной банковской системы, и Сатоши Накамото, мифический создатель биткоина, сошлись в рэп-битве. «Палмер Лаки» также поддерживает криптовалюты уже очень давно. В последнем твите он написал вот это. О нет, биткоин рухнул туда, где он был в начале декабря. Это всего лишь в два раза больше, чем было в прошлом месяце, и в десять раз больше, чем было год назад. Это доказывает то, что он является владельцем какого-то количества биткоинов. И прелесть всех этих альтернативных активов заключается в следующем. Графики биткоина и золота имеют провал в середине марта, но золото уже восстановилось до прежних уровней, а биткоин находится возле этих уровней, которые были до мартовского падения. Единственная штука, которая еще не полностью восстановилась, это акции. И промышленный индекс Доу Джонса, и S&P 500 все еще далеки от значений, которые были до марта этого года. И при этом именно в них ФРС США вливала и вливает триллионы долларов. Это кое о чем. Да и говорит. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Эй, это еще что такое? Куда они везут доллар? Прости. Доллар в сделку не входил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова